Доброе утро! Привет! Доброе утро! Ну что, совсем скоро все наши теплые шубы, пуховики мы поменяем на легкие пальто, тренч, кожаные куртки Что бы ни было тренчем, я пока не разбираюсь Да, я уже готова Нужно нам понять, какие головные уборы мы должны подобрать Которая одежда, что сейчас актуально Поможешь? Конечно Только для девчонок, для парней не надо, я буду сопротивляться, ладно? Да, твой мужской взгляд нам сегодня нужен Ну что, в нашем распоряжении весь торговый центр Гудвин Поэтому пойдемте, начинаем Не зря приехал Как тебе этот тренч? Отличный тренч, знаешь, он классический Классический, да, базовый Его можно носить в разных стилистических вариантах И я бы хотела начать более как раз в такого строгого, лаконичного и женственного Примерим на тебя? Тренч, их не может, будем подбирать С тренчем можно носить обычную шапку Ну не в таком варианте Если надеть вот, как я, да, вот с такими кроссовками массивными, к примеру Тогда шапка здесь будет в темно Сюда я бы предложила взять такой элегантный шелковый платочек Это сейчас один из трендов И причем несить мы его будем не на шею, да, как, может быть, многие привыкли А мы его будем носить как косынку Вот это главный тренд, косынка Я еще видела кожаные косынки, тоже классно смотрятся Отличные, очень красивые Но мне кажется, в Тюмени еще нет Кожаные косынки И мы ее нарочито вот именно должны завязать как платочек Вот прям вот так Получается баба Кристина Матрешка такая, да? При этом вся остальная одежда у нас должна быть такая максимально строгая Я добавлю сейчас до зеркала Посмотрю, что получилось Мне нравится, как получилось Я не знаю, очень смешанные чувства Завязывать косынку Вот нужно именно так или можно, как у байкера, например, на затылке? Можно, да Это был второй вариант, который я хотела тебе показать Все правильно Значит, ты в тренде Мы берем, да, завязываем Все байкеры в тренде Но не как байкер, да, мы завязываем ее элегантно Классно, если мы ее обернем вокруг хвоста низкого Мне бы хотелось тогда сюда Сверху еще шляпу? Сверху шляпу, да Вот так Можно я посмотрю скорее, где? Американский рэпер так ходит Американский рэпер? Нет, это очень элегантно выглядит на самом деле Так, сейчас я иду смотреть И расскажешь свое мнение По некоторым рэперам Слепые получается Это круто Что только если мы уберем и оставим только шляпу Может быть вполне, да, но будет холодно еще Холодно, да? А здесь ты и уши закрыла И походишь так, а будет чуть теплее, начнешь ходить просто в шляпе Ну, показывает, что там, боже мой. Вообще, на самом деле, это капор. В детском саду такие всегда. Да-да-да, он достаточно свободный, потому что, если вы помните, может быть, не знаете, в прошлом сезоне осенью в тренде были балаклавы. То есть это вот тонкие, трикотажные, подобного кроя шапочки. Могут быть, да, обтягивающие голову и могут прям закрывать полностью все лицо. Остается только глаза. Прямо завязочки. Да, это вариант такой, в спортивном стиле капор, но он немножко такой свободный, не так обтягивает, как раз по голове. Нет, специально обученные люди. Вот, и как раз вот такой вариант я бы и предложила стилизовать под пальто с кроссовками, да, в таком более спортивном стиле. Я, наверное, сама бы верила. Да, давай, тебе больше подходит вариант для самых смелых. Да, на самом деле это выглядит не так страшно, потому что, ну, это просто капюшон. Мне нравится. Ну, можно не бояться. У тебя еще очень стрижка подходит, да, вот под такой головной убор. Ну, круто, белые красотки. Я не знаю, честно скажу. Это очень необычно, но как это выглядит, мне нравится. Вот, да, видишь, да, пальто хочется прям вот еще, может быть, пообъемнее, тогда бы было прям фэшн. Еще объемнее. У нас осталась еще косынка, да, только вязаная, она теплее. Она теплее, да, но она консервативнее. Вот так повязываем. А принцип точно такой? Точно такой же, можно завязать посвободнее, да, сделать вот эффект капюшона, можно потуже, вот прям как платочек. Так, все правильно? Да. Но с футболкой выглядит не очень. Ну, понятно, это же одежда для улицы. Сюда, опять же, подошел бы тренч или пальто. Я бы взяла что-то в теплой такой гамме. Просто накинем его, чтобы понимать, как это будет с верхней одеждой. Какие аксессуары к этому можно подобрать? Тебе мало? Косынка уже и головной оборок, аксессуар. Да, мне кажется, очень акцентно, да? Здесь достаточно будет, да, сумки. Опять же, косынки это все из прошлого, да, это налет ретро. И классно будет доиграть ретро аксессуарами. Я уже говорила, сумка редикюль, может быть, винтажные очки в какой-то, да, интересной геометричной оправе, кошечки. Если девушка такая же, как и я, моль, подойдет ли этот образ? Такой образ подойдет всем. Это не зависит от того, какого вы колорита, да. Тебе просто можно взять оттенки посветлее. Ну, не тебе, да, девушке, с твоим колоритом взять оттенки просто посветлее. Потому что здесь такой достаточно насыщенный, глубокий цвет, он к Кристине идеально подходит. А более светлые девушки должны посветлее. Бежевые, да, наверняка? Бежевые, абсолютно нейтральные, которые всем подойдут. Таня, я только что понял, что я дикий консерватор. Можно ли использовать обычные вещи, обычная шапка? То, что есть в друге каждого. Есть базовые головные уборы, которые не зависят от трендов, и мы их спокойно можем носить из сезона в сезон. Обычный берет, гладкая, аккуратная шапка с подворотом, или шляпа, например, да, очень легко сочетаются. Если вы хотите, вроде бы, и не так странно, но модно, то можно взять базовый головной убор, но сочетать его как-то интересно, использовать какие-то другие тренды, может быть, в сочетаниях или в других элементах одежды. Покажешь? Покажешь. Такой вариант, да? Да. Ну вот. Ну как? Ну другое дело. Ну классно. Нравится? Ну как дочь шерифа, да. Ну да, стиль вестерн, да, он как раз должен нести вот такие ковбойские нотки, но при этом все вещи достаточно лаконичные. Никакой бахромы, здесь нет пряжек на сапогах, да, все достаточно простое, ботинки Челси, платья струящиеся, леопардовые принки, никаких лошадей, да. Но я хочу узнать образ, где можно использовать шапку, конечно. Про шапку, ну вот, кстати, смотри, опять же, берем простую черную шапку, да, вообще абсолютно нейтральная, дополняем такой же простой вельветовой курткой, но если мы добавим сюда платье в цветочек и какие-то грубые ботинки, то получится образ в стиле гранж, который тоже очень актуален этой весной. То есть не просто мы берем там шапку, джинсы и свитер, да, а как-то все это интересно нужно обыграть. Все это в стиле зима. Но я не настаиваю. Все, я думаю, что у Игоря сейчас снова случился такой вот в голове переворот. Перефорк? Модный шок, да. Аня, спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за этот культурный шок. Спасибо.